Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, приветствую вас! Рад видеть лица друг друга. Благодарны Господу за милость Его, за то, что мы еще можем быть в Доме Его. Перед общей церковной молитвой хотелось предложить одно место из членов Писания, порассуждать об этом и помолиться Господу нашему. У кого из Библии откроем Второзаконие, 8 глава. Книга Второзакония, 8 глава, будем читать с 7 стиха. Слова Господа к израильскому народу, 7 стиха. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В земле, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масленичные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, которые будешь высекать медь до этого места. Это слова некогда Господь сказал для своего израильского народа, которым вывел из земли египетской сильной рукою. И вот когда народ входил в землю обетованную, которую он обещал за 600-700 лет до этого другу своему, праотцу израильского народа Аврааму. И вот пришло то время, когда народ входил в эту землю обетованную. И вот Господь им говорил, что вы войдете в землю, там, где будет все. Действительно, когда народ овладел этой землей, когда они пришли в это место, Бог прогнал их врагов, они пришли в готовое место. Не надо было им строить ни городов, ни стен укрепленных, не надо было строить ни домов. Все это было. Виноградные сады уже были готовы, пшеничные поля. Народ пришел в это место, где все было готово. Мы, может быть, в какой-то степени похожи на этот израильский народ. Все мы здесь пилигримы, все мы здесь эмигранты, некогда приехавшие с разных стран. Кто с Украины, кто с России, с Казахстана, с Кыргызстана, с других мест. Все мы здесь и находимся в этом месте, в этом городе. Вспомним тот день, когда мы переезжали в эту страну. Я думаю, каждый из нас помнит это. Дети, может быть, которые здесь родились, вы этого не знаете, вы это не пережили. Знаете, мне было 16 лет, я был еще молодой юношей. Но я-то помню, помню, когда родители собрались, когда мы все собрали свои вещи, сколько осталось, в сумке, взяли своих детей на руки и поехали сюда, в эту страну. Для нас это незнакомое место. Мы, может быть, кого-то слышали, может, по телевизору видели об этой стране. Но мы поехали сюда. Для нас это было что-то необычное. Очень интересное, потому что мы приехали совсем в другую страну, где другая культура, другой язык. Все для нас было чужое. Нас кто-то встретил. У кого-то мы жили какое-то время. Может быть, у родных, у близких. Может быть, некоторые из нас жили совсем у чужих людей, которых мы никогда и не знали. Но Господь нас привел в эту страну. Первое время для нас было все интересно. У нас же болела шея от того, что мы крутили головой по сторонам, рассматривали все вокруг. Потом мы получили апартмент, которому мы тоже радовались, что мы можем иметь свое место, свой уголок. Нам давали, может быть, какую-то мебель, одежду, все необходимое для жизни. Мы этому радовались. Получили первую работу. Сколько? Какая была зарплата? Может, долларов пять в час? Не больше. Первая наша машина. Но проходит время. Проходят годы. И все это меняется. Мы построили или купили дом. Купили машину получше уже. Уже одежда не та, которую мы раньше носили. И зарплата уже не та. И знаете, мы, живя в этой среде, мы привыкаем. Считаем нормой, что у нас уже все меняется. И мы к этому привыкаем и живем, как обычно. Но знаете, Господь в дальнейшем в этой же главе говорит израильскому народу такие слова. И когда будешь есть с 10 стиха, когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. И дальше Он говорит такие интересные слова. 11 стих. И берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего. И не соблюдая заповедей Его и закон Его и постановления Его, которые сегодня заповедаю тебе. Когда будешь есть хлеб твой, когда будешь насыщаться, Господь говорит, не забудь. Знаете, как часто люди, привыкая к обилиям, которые у них есть, забывают. человек считает, что я своими руками построил этот дом, я своими руками вот этими заработал и купил себе одежду и машину и все остальное, другое. Но Господь говорит, но не забывай. Не забывай, что есть Господь, который вывел тебя из той земли, который дал тебе это все. Давид в Псалме пишет, в 108-м Псалме вторым стихом, «Благослови Господа, душа моя, и не забывай всех благодеяний Его». Давид напоминает о том, чтобы мы не забывали все благодеяний, которые Господь являет нам. Апостол Павел филиппийцам пишет, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья». Знаете, вот этот праздник, который мы праздновали три дня назад, День Благодарения, Теннинский Виндей, да? Знаете, я хочу немножко напомнить тем, кто это знает, может быть, напомнить тем, кто не знает, истоки или происхождение этого праздника, этого дня. Знаете, когда я немножко начал над этим заниматься, готовиться к проповеди, для меня очень интересно стало некоторой фактой. когда первые пилигримы приехали сюда, в эту страну, в 1620 году, 102 человека, немного людей, когда они приплыли на этом корабле, Mayflower, приплыли к тому месту, если я не ошибаюсь, это Род Айленд, да, штат, и приплыв туда, они приплыли, как раз это было к зиме, была суровая, холодная зима, не все из них выжили, некоторые замерзли, умерли, потому что, ну, мы знаем, это ниже Мейна, это очень холодные, холодные там озимы, и вот проживя эту зиму, которые выжили, с помощью местных жителей, индейцев, и вот на следующий год они собрались вместе и возблагодарили Господа за Его благословение, за Его милость, и с того времени начали праздновать этот день. В 1789 году Джордж Вашингтон объявил этот праздник, День Благодарения Господу. В то время еще не каждый год, не всегда праздновали, и Авраам Линкольн в 1863 году утвердил этот день как последний четверг ноября, День Благодарения Господу. И мы с вами, как и христиане в этой стране, мы все понимаем, что это не просто праздник, когда, ну, люди просто выходной у них день, не работают, могут собраться вместе. Знаете, этот уже праздник столетиями, когда магазины закрыты. Знаете, к удивлению нашему, к моему, мы с Татьяной утром поехали в четверг, ну, по делам там, ну, и по пути, думаю, заеду в Лоус, мне надо было кое-что купить. А я заехал, он пустой, магазин закрытый, машин нету, заехали в Хомдипо, то же самое. Магазины закрытые. Другие магазины тоже были закрыты. Это день, когда никто не работал. Это день, когда мы могли собраться с семьями. Увы, но в этом году так получилось, что не все семьи могли собраться вместе. Разговаривали с некоторыми своими друзьями, американцами, и говорят, мы с женой сегодня вдвоем, ну, то есть завтра или послезавтра, мы будем вдвоем, потому что дети не могут приехать. Если они к нам приедут, то они должны будут на карантине быть. Не все могли собраться. Но все равно этот праздник он был. Дорогая церковь, дорогие друзья, братья, сестры, мы собирались вместе. И мы понимаем, что этот день не тот, когда мы просто можем собраться вместе, накрыть наш стол. И стол накрывается так, что уже и некуда там ничего поставить. И не просто мы собираемся для того, чтобы, ну, хорошо покушать, пообщаться, нет, нет. Этот день, день благодарения Господу за его милость, за его благословение. Знаете, я услышал, что каждый год, каждый президент к этому празднику, он дает указ. Указ того, чтобы люди собирались вместе, чтобы праздновать этот день. я не буду его читать, не буду его дословно говорить, но там указано, говорится так, чтобы семьи собирались вместе для того, чтобы воздать благодарность Отцу Небесному. Если нас к этому побуждает даже и президент, тем более Бог говорит, воздайте, чтобы мы воздали Ему благоданность. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, кто из нас в этом году был голоден? У кого из нас не хватало куска хлеба, не хватало продукта в холодильнике? У кого из нас, открыв свой клазет, открыв свой гардероб, мы не знали, что одеть? Да, действительно, такое было, когда смотришь и думаешь, что же я в то воскресенье надел, чтобы мне опять это не одеть? Господь нам дает все необходимое. Господь нам дает крышу над головой. Кто из нас живет в доме, кто в апарменте, но у нас есть где преклонить голову. Господь нам дает работу, необходимые средства на жизнь. Знаете, по ходу своей работы мне приходилось, ну, нужна была помощь. Я просил кого-нибудь, кто-нибудь, помогите мне. Никто не мог, все занятые, все работают, все молодые братья на работе. Господь являет и в этом милость свою. У нас у всех достаток. Это день, день благодарения, когда мы можем собраться вместе, точнее, собирались вместе, для того, чтобы воздать Господу благодарность за Его милости к нам, за то, что мы, живя в этой стране, мы имеем все необходимое. У нас есть прекрасная возможность, дорогие друзья, дорогие братья, сестры, слонить наши колени, прославить Господа за всю милость Его к нам, за все, что Он нам дает, за то, что мы, живя в этой стране, имеем все необходимое. Прославим Его имя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,